Вот это вот, вот это вот я взял, возвращаюсь к Ботнеру. Ему противостоит Так получилось, что он получил втык, мягко говоря, от самого трететного Черешнего до России, той самой дамы, если раз фамилию говорить не буду. Я взял ее книгу, вот она, открыл, и получилось такой ужас. Почему? Вы можете сказать, бодр положительный пример, вы можете сказать, я возьму косточек, я тоже у него, я может быть их выращу с магазина, как он. Где теплее, скажем. Вот. Положительный пример. Вас убьет вот эта вот наука. Официальная наука. Понимаете, в каждом ярусе получается от пяти до восьми веток. И эта книга учит их уничтожать. Уничтожать. Уничтожить эти, как бы лишние ветки, скелетные. Их сильно много. Нельзя ни в коем случае. Оставляя штамп, во-первых. Во-вторых, вот это все плодовые почки, все веточки надо опять уничтожить. И вот в тот момент, это меня всегда вот это поражало именно вот в этой науке. Это уже ученые. Это они научили весь основной любительский мир убивать деревья. Почему мы не можем себя накормить? Вот. Такие, как Боднер, это единицы. На тысячи. Изувечить дерево. Понаделать страшных ран. А потом... Начинать с ними работать. Вспомним про Жорги. Вспомним про эти... Морозобойны. Уже в искреченном дереве. Смотрим дальше. Я взял следующего заготового строительства. Я ничего не выдумываю. Вот. Это Брянск. Конечно, это Юг России. Вы видите этот штамп? Вот. Руки у них у всех черт. Это просто мое наблюдение. Это страшная ошибка. Боднер вырастил 15-метровое дерево. Я вам показывал там одна из фотографий. Он стоит на четвереньках. Ну, почти там. Присядку. И показывают мне место, где он отрезает, чтобы они не росли вверх. А у них вот эта идиотская привычка сделать штамп. На метр поднять его. Хотя потом, если не дай бог он выживет. Заметьте мою иронию. Не дай бог выживет. На муке. Вы потом черепси достать не сможете. Просто физически. Так же, как мы. Вот, помните, рисковали жизнью. Над пропастью лазили на стрелянке. Видели. Меня убедило. Вот их уровень. Меня убедился. Знаете, как? Я взял и посмотрел на эту фотографию. Я думаю, а что ж такое? Это, может быть, технология такая. Научились наклонные делать. Может быть, как-то прячут куда-то под снег. Ну, это брендс там. Какой там снег. И я обратил внимание. Черешина по двое ВП-1. Я не поленился. Смотрите. Вы уже не поняли. Не догадались, что в речь пойдет? Сейчас покажу вам. Ага. Вот он ВП-1. Вот он. Вот они. Смотрите внимательно. Вот эти по двое. Я вам, когда сейчас покажу. Вы только, это, вы уже опытные ребята. Вы элита. Вы посмотрите, какие корни. А-а-а. Какие корни. Это же ВП-1. Знаете, что это такое? Это вегетативный. Это палка, воткнутая в землю, бросал корни. Вот эта палка, воткнутая в землю. А потом на него еще плевать надо. Смотрите. А палка-то эта, вишневая. И вот на это было, я еще хуже покажу. Вот сюда глядите. Видите этот ужас? Вот эта вот система, которая работает в холостую. Потому что вырастить на них ничего путнего невозможно. Вы видите, что здесь все, все веточки, они пошли в рост. Все обрезаны. И вот это все фактически уничтожено. То есть их морозостойко все проще. Сейчас все поярче. Вот они какие. Вот они. Сейчас от нас ничего не скроешь. Посмотрите, как все обрезано. Посмотрите, корни какие. Ох, шедевры. Что на них можно... А теперь представьте, что их посадили. Вы же не поняли, к чему я клонял. А они взяли и начали падать. Вот ветер дул с одной стороны. Ветер дул, ветер дул. Как-то нагонял беду. А надо взять книжку, как называется, учебник. Это же учебник. Он там предназначен. Там дальше написано, да? Для чего он предназначен. Ясно для чего. И не найти другой фотографии, как уже наклоненные, уже изуродованные. Какой, к черту, под мой. Вот, еще раз. Как на этих корнях можно? Так еще. Мало того, такие корни. Потом делают такой штамп. И чтобы ей, этой бедной заразе не упасть, и всю жизнь распятой жить. Вы же поняли? Потеря вот этих веток, их одоление. Вот оно, видите? Оно взяло и снизило моростойкость на 5-10 градусов. Читаем. Какая черешня? Вы же из-за устойкости лишили. Ну, вы что делаете-то? Вот это вот, пожалуйста. Я почему? Я противопоставляю бод на руку. Вот умудриться взять, не найти другого фотографии. Показать вот это уже падающее на этих идиотских корнях. Вы корни видите, нет? Это что я придумал. Читаем внимательно. Еще раз. Бод на ровидели? Достижения видели? А здесь есть одна интереснейшая вещь. Имея понятие, что черешни нет и вот своих технологий никогда в России не будет. Даже в вашем Брянске. Так? Никогда не будет. Сами же это доказывайте. Так? По перемещению южных сортов, среднюю полозу положительных датам не дало. И не даст. Цифры видите? Какие? Страшные цифры. У нас что, такие зимы холодные? Нет. У нас холоднее. Так вот. Что получается? Получается, что вы лишили нас надежды. Бод на надежду подарил. Это я о покойном Боднере с восхищением, с огромным уважением он нам надежду подарил. А вы её вот этими дебильными подвоями, вот этими дебильными искусственными штамбами, вот этими самыми результатами. И ведь надо умудриться в этой книге большой раздел, что с черешней, какие можно блюда делать. Получилась книга толстая. Я специально издеваюсь, именно потому, что это не надо было на Боднера нападать. Когда он там, он вернулся оттуда с обидой. Смотрите. Мало того, что здесь цепь и старинная, здесь есть литература. На чём основывалась эта книга. Коротко. Ну, тут фамилии есть, понятно, авторы. София. Южнее? Минск. Южнее? Нет? Перевод с немецкого. Южнее? Кишинёв, Молдавия. Южнее? Перевод с германского. Южнее? Минск. Снова Минск. Южнее. Вы что преподнесите-то? Вы что, не могли, это самое, видя, сколько лет прошло, Боднера, вы что, не могли к нему приехать? Да он бы с радостью бы эту же книгу добавил бы в вашу фамилию. И получилось бы это. Всё нормально бы получилось. И двинулись бы на серию. Ко мне бы заехали. Я бы ещё подсказал, как можно ещё на несколько градусов добавить. Вот так вот. Сейчас вот сюда нажму. Нет, не так. ВП-1. Включён госсрестер. Вы видели, о чём вещь? Поняли, да? Вот. Боднеровский? Нет. А вот это госсрестер. Представляете, как мы двинули? Я уже не знаю, из меня уже яд течёт, по-моему. Вот она. Я ничего не выдумал, а то скажите, что я всё добавил. Окореняемость зелёных черепов. Ладно.